Всем привет! С вами Ирина. Сегодня я покажу вам, что случилось с моей реанимашкой. Последний раз я показывала вам ее примерно месяц назад. И что за это время произошло, мы сейчас посмотрим. Все еще растет она у меня в этом кашпо. Ну как растет, реанимируется. Вот так вот она стоит. И на дне обычно, сейчас покажу сколько, буквально капелька воды. Вот так вот. Совсем чуть-чуть. Чтобы у нее там был свой, как бы, такой микроклимат с водой. И вот что с ней произошло. Смотрите, какая прелесть. И посмотрите, какая это крошка. В прошлом видео я вам показывала, что здесь наклевывалось, как бы, две почки. Две детки. Вот вторая. Она просто засохла. Вот она нижняя, рядом с корешком. А верхняя превратилась в детку. Сейчас у нас так солнышко светит на стол. Надеюсь, вам видно. И вот, казалось бы, что ожидать от такого пенечка, у которого все отсохло, все засохло, остался только один листик. Да, но вот что можно от них ожидать. Несколько месяцев постояла, подумала и пустила детку. Так что не сдавайтесь, орхидеи очень живучее создание. Они сами знают, что им делать, даже если вы их не поливаете и вообще забыли про них. Хотя лучше, конечно, им обеспечить какую-то водичку. Итак, смотрите, за этот месяц вот еще два корешка пропало. Их надо удалить. Из-за того, что они вот соприкасаются с водой, то они так немножечко даже покрылись плесенью какой-то. Сейчас я их удалю от пушок плесени. Но, тем не менее, детка продолжает растить новые корешочки. Так, ну вот этот вот тоже уже пропал от мамы корешочек. И вот этот вот тоже. Хотя нет, пусть еще будет. Итак, осталось совсем ничего у мамы. Совсем чуть-чуть корней. Но зато у детки, посмотрите, она с ноготок высотой. Вот. И такая маленькая уже дала три корешка. Так что я держу ее вот так вот. Чтобы сама детка росла ровненько в горшочке. Ну, а листик пока служит ей питанием. И даже, смотрите, он не потерял тургор. Ну, не сильно. Он не тряпочка. То есть, он еще вполне себе листик. Кроме того, что я держу его просто в кашпо с водичкой на дне, я больше ничего не делаю. Никакими стимуляторами не обрабатываю. Янтерной кислотой тоже не обрабатываю. Просто у меня не было времени. Ну, как бы она и так растет. Просто слежу за тем, чтобы она не попадала под прямые солнечные лучи. Кашпо у меня стоит так в сторонке на подоконнике. И все, больше абсолютно ничего с ней не делаю. И сама детка, кстати, никогда не касалась еще водички. То есть, она растет над водичкой. Корешки еще никогда не поливались. Ну, что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам пригодится это видео. Верьте в свои орхидеи. Если вы им обеспечиваете хорошие условия, то они будут свисти и радовать. Кстати, условия содержания орхидеи у меня сейчас вот такие. В комнате плюс 22,8 и 50% влажности. Если вам интересно, смотрите видео, где я показывала эту орхидею раньше, вот здесь. Всем пока и до новых встреч!